Коронавирус добрался и до Антарктиды, последнего континента, где его не было. Об этом сообщают чилийские военные. Вирус выявили у сотрудников отдалённой исследовательской станции. На базе Бернарда О'Хиггинс заразилось не менее 36 человек. Из них 26 военные и 10 гражданские сотрудники компании, которую наняли для ремонта базы. Постоянно укомплектованная научно-исследовательская станция, управляемая чилийской армией, расположена недалеко от оконечности полуострова в самой северной части Антарктиды. В армии говорят, что персонал базы уже изолировали. За заражёнными наблюдают органы здравоохранения в Магаланисе в чилийской Патагонии. Пока осложнений ни у кого нет. «Изоляция, изменение сезонного освещения могут подавлять иммунную систему. То есть нам известно несколько факторов, которые могут подавлять иммунитет в экстремальных условиях, особенно учитывая работу, которую они там выполняют». Исследовательские военные станции в Антарктиде среди самых удалённых в мире. Их несколько десятков, и в общей сложности на них работают около тысячи человек. В последние месяцы они прилагали огромные усилия, чтобы не допустить проникновения вируса. Отменили туризм, сократили размах деятельности и персонал. Однако избежать инфицирования так и не удалось. ВМС Чили также сообщили, что обнаружили три случая COVID среди 208 членов экипажа корабля, который две недели назад вернулся из района Антарктики. Колумбийские власти выслали из страны двух российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже. Сотрудники посольства проработали в Колумбии более двух лет. Президент страны сказал, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию. «Мы хотим сказать, что останемся дружественной страной и сохраним дружественные отношения. Но мы также руководствуемся Венской конвенцией. И любой не соблюдающий принципы этой конвенции должен покинуть страну». По данным колумбийских СМИ, российские дипломаты завербовали в городе Кали информаторов с целью военной разведки. Они также занимались экономическим шпионажем, собирая сведения об энергетической промышленности и полезных ископаемых. Для высылки дипломатов применили девятую статью Венской конвенции. Российские власти назвали подозрения бездоказательными и в ответ выслали двух колумбийских дипломатов. Президент Дональд Трамп отправил пакет финансовой помощи пострадавшим от пандемии COVID-19 на доработку. В своём видеообращении он раскритиковал документ, который стал самым длинным законом в истории США. Он также отметил, что Конгресс утвердил ненужные траты, при этом выделил на выплаты простым американцам всего по 600 долларов. «Закон включает более 5000 страниц, и в Конгрессе его никто не читал из-за его длины и сложности. Его называют пакетом помощи на фоне COVID-19. Однако он не имеет почти никакого отношения к COVID». По словам президента, сотни миллионов долларов в законе выделены на армию Египта, Камбоджу и Мьянму, гендерные программы в Пакистане и многие другие страны. Ещё миллионы долларов планировали выделить Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, который пока не работает, а также Национальной галереи и Смитсоновскому институту. Наконец, миллионы долларов пошли бы на борьбу с нашествием карпов в Великих озёрах и строительные проекты ФБР. На каждого незаконного мигранта, пребывающего в стране, была заложена помощь в размере до 1800 долларов. При этом на каждого американца в три раза меньше. Дональд Трамп потребовал, чтобы гражданам страны выделили по 2000 долларов. «На фоне всех бесполезных трат пакет помощи объёмом 900 миллиардов долларов предоставляет трудолюбивым американцам всего по 600 долларов помощи. Однако этого недостаточно, особенно для малого бизнеса, в частности владельцев ресторанов, которые очень сильно пострадали». Он также призывал Конгресс избавиться от ненужных пунктов. «В противном случае принимать пакет помощи будет следующая администрация. И, возможно, этой администрацией буду я. И мы его примем. Спасибо». Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что готова вынести поправки Трампа на голосование. Однако отметила, что на изучение всех 5000 страниц потребуется время. «И, возможно, этой администрацией…» Каждый праздник середины осени Асала и её дочери выпекали лунные пряники для многочисленных родственников. В этом году они сделали это в последний раз в своём доме в Гонконге. Семья решила перебраться на постоянное жительство в Шотландию. Принять такое решение было непросто. Однако Аса и её муж Вилли беспокоятся о будущем своих детей. Они говорят, что принятый недавно закон о национальной безопасности лишил жителей региона их прав. «Мы не уезжаем непосредственно из-за политики. Мы уезжаем, поскольку политика начала влиять на нашу жизнь. Мы уезжаем из Гонконга, поскольку это уже не идеальное место для будущего наших детей». В прошлом году Аса и Вилли были полны надежд, что город получит больше демократических свобод. В июне они вместе с детьми приняли участие в двухмиллионном марше, призвав власти провести реформы. Однако правительство не откликнулось на призывы людей. Вместо этого полиция арестовала около 10 тысяч человек, обвинив их в организации незаконных собраний либо участие в них. «Если молодёжь боится выражать свой голос, то это неподходящее место. Лучшее, что я могу сделать для детей, отвезти их в более подходящую среду. Это очень грустно. Но только так я и смогу им помочь». Гонконг – бывшая британская колония. В 1997 году её передали под управление КНР, где правит Компартия. Пекин подписал договор, согласно которому регион не менее 50 лет должен пользоваться автономией, а также демократическими правами и свободами. Для этого даже создали особую форму управления – одна страна, две системы. Однако многие жители Гонконга непрестанно жаловались на то, что Пекин постепенно лишает их свобод и всё больше захватывает контроль над гражданским обществом. Недавно после принятия закона о нацбезопасности тысячи жителей региона поспешили мигрировать в другие страны. «Разве это тот же Гонконг, который мы знали? Разница огромна. Его всё больше не узнать». Теперь семья Вилли покидает свою комфортную жизнь и отправляется в неизвестность. «Этот дом мы выстрадали. Вместе переживали взлёты и падения. Особенно в последние годы, когда родился наш третий ребёнок, было сложно. Надеюсь, мы сможем преодолеть все трудности в будущем». Три дня на сборы. И вот семья уже едет в аэропорт. «Я немного переживаю. Это не то же самое чувство, когда едешь в отпуск. Мы едем в незнакомое место. Кто знает, какие трудности нас ждут». Но для них это пока не прощание. Они надеются, что скоро приедут к родственникам в гости. Этого двухмесячного очкового медвежонка недавно изъяли у жителя Перу. Он содержал животное незаконно и будет привлечён к ответственности. О нарушении сообщил мужчина из района Аяпата. И власти поспешили на помощь. «Это второй медведь, которого спасли в районе Пуна на йоге столицы. Примерно месяц назад там изъяли ещё одного медвежонка. Оба – почти одного возраста, и их судьбы похожи. Охотники убили мать, а медвежонок достался местным жителям». Медвежонок весит всего два килограмма. Его организм был обезвожен и истощён. Сейчас о детёныше заботятся ветеринары зоопарка «Парк-легенд» в Лиме. Малыша назвали укуку. Спасённого ранее медвежонка тоже поселили здесь. Это самка по кличке Майни. Теперь в зоопарке живёт пять очковых медведей. Их также называют анскими, поскольку они обитают в Южной Америке. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу. Очковый медведь послужил прообразом знаменитого сказочного медвежонка Паддингтона. Надеть чужое лицо предлагает магазин масок в Токио. Его владелец Сюхэй Аковара обычно создаёт изделия для театральных представлений или костюмированных праздников. Теперь же он попробовал сделать маску в виде лица человека. «Обычно нереально увидеть двух людей с абсолютно одинаковым лицом. Думаю, было бы забавно создать такую ситуацию». Мастер запустил проект в середине октября. Через интернет он призвал людей продать изображения своих лиц. Ему прислали множество фотографий. «Просто невероятно, сколько людей со всего мира просят меня купить их лицо. Желающих приобрести такие маски тоже оказалось больше, чем ожидалось. Думаю, мир сумасшедший и весёлый». Те люди, которых выбрал Сюхэй, пришли к нему в магазин. Японец отсканировал их лица, а потом сделал суперреалистичные маски. Процесс производства держит в тайне. За каждое отсканированное лицо мастер заплатил 390 долларов. Готовая маска стоит 950 долларов. «Я подумал, что будет весело продавать и покупать лица людей. Поэтому и решил это делать». Предприимчивый японец считает, что его необычные творения будут покупать не только любители менять внешность, но и коллекционеры произведений искусства. Он начнёт продавать маски в январе и ждёт большого спроса. Маски для лица в 2020 году стали обязательным аксессуаром в большинстве стран. Теперь это не только средство защиты от коронавируса, но и способ показать свой статус или создать стильный образ. Идеальным способом продемонстрировать своё материальное благосостояние стала самая дорогая в мире маска. Её израильская ювелирная компания сделала для клиента из США. Золотая основа инкрустирована бриллиантами, которых в общей сложности 3600. Стоит изделие полтора миллиона долларов. После начала пандемии учёные выражали разные мнения по поводу эффективности масок. Некоторые говорили, что длительное ношение масок из ткани может привести к стафилококковым инфекциям. Другие же уверены, что маски эффективны. «Поставьте руку перед лицом, подышите и покашляйте на неё, и она станет влажной. Это потому, что изо рта вылетают капельки. Но если немного отойти, капельки не долетают, поскольку испаряются. Идея в том, что необходим барьер, который останавливал бы эти капельки. И поскольку они довольно большие, ткань эффективно их останавливает». Когда стало понятно, что маски остаются надолго, дизайнеры по всему миру поспешили адаптировать аксессуар под все случаи жизни. Это свадебный салон в Хорватии. Маски, созданные здесь, отражают торжественность случая. А так теперь выглядят свадьбы в индийском Кашмире. Церемонии, на которые раньше приглашали сотни гостей, уже не такие масштабные. Здесь, например, гостей всего 150. Все в масках и периодически пользуются антисептиком. В Украине маски украшают традиционной вышивкой. А в Италии эти аксессуары производят из материала, сотканного на двухсотлетних станках. Ещё один итальянский модный дом решил отказаться от производства платьев и вечерних нарядов и посвятил себя производство масок для врачей. При этом эксперты отмечают, что тканевые аналоги лучше, чем стандартные медицинские. «Их можно носить дольше. Проблема с медицинскими масками в том, что они сделаны из кусочков картона и бумаги. Они немного колются. Для длительной носки они не подходят». При этом и у тех, и у других масок есть общая проблема. Они абсолютно не подходят глухим и людям с нарушением слуха. «Проблема в том, что я слышу звуки, но не могу их различить. Я обычно читаю по губам. Я делаю это всю жизнь. Но если я не вижу выражения лица человека и не могу читать по губам, то не понимаю, что он говорит». Специально для слабослышащих стали делать маски с прозрачными вставками. Они появились везде – от США до России. В Нидерландах разработали умную маску, которая следит за физическим состоянием человека. Так она измеряет температуру и частоту дыхания. Она также предупреждает, когда маску следует заменить. И напоследок о масках, как о произведениях искусства. Гонконгский художник делает их из самых необычных материалов. В ход идут обрезки ткани, резиновые перчатки и даже пищевые контейнеры.